Замечено, что всевозможные колоски и корзинки лучше смотрятся на светлых волосах. На мужских тоже? Ну, в этом. Можно попробовать. Но за такое преимущество блондинкам приходится расплачиваться. Какой уход требуется светлым локоном и в чем волосы любых цветов нуждаются осенью, я решила узнать в том парикмахера-стилиста. Прямо на его рабочем месте. Давайте посмотрим. Джентльмены предпочитают блондинок. И парикмахеры, видимо, тоже, потому что уход именно за светлыми волосами требует большего внимания и ухода. И вот об этом мы сегодня поговорим с парикмахером-стилистом Евгением. Он нам даст рекомендации, как ухаживать за светлыми волосами. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Итак, какого же ухода требуют светлые волосы и какие вообще проблемы встречаются осенью? Ну, прежде всего, все блондинки встречаются с проблемой ломкости волос, потому что волосы осветленные, обесцвеченные, сухость волос, потому что не хватает питания, не хватает увлажнения волосам. А по поводу осенних проблем волос, ну, прежде всего, необходимо ухаживать за волосами в любое время года. А осенью мы сталкиваемся, вернее, девушки чаще всего сталкиваются с проблемой послелетнего пересушивания волос. Нам необходимо, прежде всего, перед зимним периодом подстричь все секущиеся кончики, подготовить волосы к зиме, и необходимо напитать, увлажнить волосы после иссушения летнего. В такие моменты, я так люблю свою работу. Итак, мы будем голову, шампунь и зачастительная кожа головы. Сделали небольшой и очень приятный массаж. Что делаем дальше? Дальше мы наносим с вами специальные средства, концентраты для, уже непосредственно для вашей волосы. Что мы будем сейчас делать? Мы сейчас смешаем с вами концентрат и бустер от Керастаз для ухода за волосами. Для того, чтобы придать, прежде всего, мы решаем проблему ломкости волос и даем мягкость волосу. А как часто можно такие процедуры делать? Эту процедуру необходимо сделать два раза с интервалом в одну неделю, и результата хватает примерно на месяц. А можно ли использовать какие-то народные средства? Например, миндальным маслом советуют мазать кончиков волос? Да, я считаю, что народные средства никто не отменял. Их необходимо использовать, но очень осторожно. Обязательно. То есть некоторые люди используют, моют волосы яйцами, я знаю, превращают просто голову в гнездо. С этим надо быть очень осторожным. Необходимо посоветоваться со своим мастером, с профессионалом, он подскажет всегда. Я не считаю, что это плохо, что это вредно. Народные средства были всегда и останутся. Я просто недавно прочитала про маску из горчицы для того, чтобы волосы хорошо росли. Да, имеют. Хотела попробовать? Имеют место быть. Но очень осторожно, потому что ваши волосы, вот именно то, что касается вас, ваши волосы очень пористые, жесткие. После этой маски они, скорее всего, станут, они не будут мягкими. Маска из горчицы, она влияет непосредственно на рост волос. А вот у натуральных блондинок такие же проблемы с волосами или нет? Нет. У натуральных блондинок чаще всего волосы тонкие, но они в хорошем состоянии, потому что они не осветленные, никакого химического воздействия на них не было произведено. Счастливее цвета. Что касается блондинок, надо помнить, что блонд – это дорогой цвет. Дорогой именно потому, что требует очень большого ухода. Очень многие считают, что сделал, и все, я красивая блондинка, и пошла. Нет. Очень дорогой уход. У вас должна быть взаимная любовь с парикмахером. Часто встречаться необходимо. Очень многие пугаются. В осенний период волосы выпадают в большем количестве, чем обычно. Но надо помнить, что весна и осень – это два периода, когда эта проблема обостряется. Сумненько наступает, да? Осенний листопад – важное правило. Перед нанесением кондиционеров и масок волосы необходимо промокнуть полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Вот это правило, оно очень такое простое, но используя его, вы увидите результат совершенно другой. Потому что лишняя влага на волосах, она препятствует проникновению питательных веществ внутрь волоса. И если вы не промокнете, то можно сказать, что вы маску или бальзам просто вываливаете в раковину. Все, теперь славно посидите пять минут, и потом мы будем смывать. Итак, процесс завершен. Осталась самая приятная – это укладка. А еще на этом очень важный вопрос, Евгений. Да. Слышала такое мнение, что блондинки с отросшими корнями сейчас – это тренд. Это правда? Да, есть такое. Но это не то, чтобы отросшие корни. А сейчас допускается, мода допускает более темные корни, чем по длине волосы. Это сейчас действительно модно. А это достигается специальной техникой окрашивания? Или вот как отросло, так пусть и будет? Да, это достигается все-таки окрашивания. Евгений, что нам сделать для того, чтобы такой результат сохранился? Я действительно чувствую, что у меня очень мягкие стали волосы. Ну, прежде всего, необходимо использовать в домашних условиях профессиональный уход. Итак, нам потребовалось 45 минут. Чуть больше 2000 рублей. Согласитесь, раз в месяц мы можем позволить себе такую процедуру. А результат, как вы видите, на лицом? На волосах.